Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас курица-гриль из моего любимого супермаркета Браво. Мне очень нравится, как там готовят курицу-гриль. И да, это не реклама, а просто от сердца отрываю и делюсь вместе с вами. Также там купила корейскую морковку, но она мне вообще не понравилась. Но да ладно, съесть все равно придется. Оливочки. Болгарский перец нарезала. Потом водичку у меня здесь на шарап. Будем макать. И давайте приступим. Мое сегодняшнее утро началось с того, что мама постучала ко мне в комнату и говорит, Айка, плохие новости. Наш холодильник крякнул. Я подумала, мама шутит. Но вы знаете, наш холодильник был просто на грани. Вот и вот. Он нам служил верой и правдой 20 лет. Вот я сколько себя помню, как я открыла глаза и вот что-то начала понимать. У нас всегда этот холодильник был. Еще в Саратове мы его купили. 20 лет назад. Когда только переехали. Я была карапузом. В общем, в чем заключается суть. А суть заключается в том, что Любая техника не вечно. Я на самом деле недели две назад маме говорила, что этот холодильник уже на грани. Давай его продадим. Вы помните, недавно я в свою квартиру покупала поддержанный холодильник и стиральную машину из магазина поддержанной техники. Что они делают? Они покупают какие-то поддержанные, например, стиральные машины, любую бытовую технику. Исправляют те моменты, которые плохо работают. И продают. То есть они сначала делают некую диагностику, а затем уже продают. Я маме сказала, пока работает, пока в соку, давай продадим. Мама сказала, нет. Жалко, лучше я его поставлю на балкон. Пусть лежит. Продавать не хочу. Так вот, вчера мама его помыла хорошенько, вытащила из тока, проделала просто огромную работу. И сегодня, когда она хотела его включить, он просто не включился. Мы с мамой сразу решили искать новый вариант. Потому что сейчас просто сезон кондиционеров. И все магазины техники доставляют в течение пяти дней. А это очень долго для меня, по крайней мере. Жить без холодильника, такой длительный срок, это не по мне, так скажем. Поэтому я встала, там сначала по работе, по делам, пошла в газовую организацию и так далее. Затем начали смотреть в холодильнике. А у Канта Хома, в котором я работала, есть акция. Найди где-то дешевле, чем у нас. И вот эту разницу, получив в объеме, 120%. Я обрадовалась, начала искать, где здесь дешевле нашла. Потом вернулась обратно в этот магазин. Оказывается, процентная составляющая. Просто мизерная. Мне выгоднее было купить в другом магазине. В общем, очень много времени и сил я потратила. Типа, хочу сэкономить, а по факту просто потратила кучу своего времени. Пришли с мамочкой домой. Я говорю, ну теперь-то хоть давай, мам, продадим этот холодильник чертовый. Сейчас привезут новый, то есть через пару дней. Куда мы денем старый? Она мне говорит, ты думаешь продать так легко? Я маме напомнила, что вот недавно буквально мы покупали поддержанный холодильник в магазине. Я говорю, предлагаю им позвонить и уточнить, если они продают поддержанный, следовательно, они у кого-то их покупают. Мама говорит, вроде у них нигде не было написано, что они покупают поддержанную технику. Но я решила им позвонить, уточнить, что как, почем. И вы знаете, самое смешное, они мне ответили, например, мы можем купить за эту цену. Потом, я даже особо не согласилась, буквально через 3 минуты, звонок, говорите адрес, я еду забирать ваш холодильник. И мы такие с мамой смотрим друг на друга, блин, как оперативно работают люди. И вот он мне позвонил, уточнил адрес и сказал, что через 40 минут он будет. Посмотрит на состояние. Уже даст точно оценку, почем может купить. Пришел, оценил наш холодильник в 40 манат. Это очень бюджетно, но учитывайте, что холодильник не работает, ему 20 лет. Я согласилась, думаю, пусть берут. Просто самое удивительное, что с момента того, как я им позвонила уточнить, покупают ли они поддержанные холодильники, и до момента того, как пришли уже смотреть и забрали холодильник, прошло, наверное, минут, ну не знаю, 15, может быть, 20, но не больше. То есть настолько оперативно, что мы с мамой начали над ними угорать. Получается, не успела ты позвонить. Они уже у тебя дома, забирают твой холодильник. Вот реально такое ощущение было, что ты только позвонил. Чтобы заработать деньги, нужны связи. Нужно высшее образование. Нужно обязательно открыть какой-то ресторан, который конкретно попрет. Но, если честно, мне кажется, деньги как раз-таки нужно уметь зарабатывать. Вот люди просто начали с того, что покупали поддержанные холодильники и перепродавали чуть подороже. А сейчас у них огромная команда. В амбаре, наверное, холодильников где-то 300. То есть там выбор огромный просто. То есть было бы желание чем-то заниматься и какие-то навыки, любой человек может найти себе работу по душе, так скажем. И чтобы с нее более-менее зарабатывать. Целый амбар у них холодильников. Магазин. Все поддержаны. Стиралки. Наверное, где-то 30-40 стиралок. И постоянная продажа. Что скажешь, молодцы. Ветер. Когда он уже забрал холодильник, я вспомнила, что у нас на квартире есть еще микроволновка, которая не работает. Причем не работает давно. Просто так лежит. Где-то 2 года точно, как она не работает. А техника, которая просто лежит у вас без дела, на мой взгляд, ее обязательно нужно продавать. Либо надо эту микроволновку починить и использовать. Либо продать и забыть. Это у меня так было. У меня был фотик. Мыльница. Кто помнит, давно это еще было, мне лет. 12 было. Я так хотела камеру. Эти мыльницы были в моде. Все покупали. В общем, прошли годы. Мне стало фотографировать. Мне интересно снимать видео. Как бы я отошла от этой всей темы. Папа еще тогда сказал, если ты не хочешь этим заниматься, давай продадим. Я сказала, нет, зачем продавать, пусть лежит. Вдруг я когда-нибудь захочу опять этим заниматься. Так вот. Прошло время. Появились телефоны, которые снимают гораздо лучше, чем моя мыльница. Просто огромная разница. Зачем кому-то покупать мой фотик, который снимает хуже, чем обычный телефон, смартфон? В чем смысл? Правильно. И в чем? Потом пришлось эту мыльницу просто выбросить, прикиньте, вместе с мусором. У нас еще диктофон был. Диктофон, прикиньте. Отдельное такое устройство. Диктофон. Записывал он на кассету. Это у меня брат настоял, что хочет записывать. Я тогда еще мелкая была совсем. Ничего не понимала. В общем, брат хотел записывать песни, которую крутили на MTV на диктофон. потом слушать. Понятное дело, что сейчас диктофон это вообще ненужная вещь. В каждом телефоне есть эта функция. Максимум можно скачать приложение. Приложение. Не очень. Вот я в России кушала корейскую морковку. Это было безумно вкусно. И намного дешевле, чем у нас. Здесь я за килограмм отдала 7 манат с половиной. Прикиньте, почти по цене мяса. Еще я в России обожала спажу. Здесь нигде не могу найти. сколько еще нету. Последний раз, три года назад, когда я была в Ростове, как только я приехала, первое, что я сделала, зашла в супермаркет, купила себе спаржу, открыла и начала есть, сидя на лавочке. На этом все. Я обожралась. Всех люблю, целую. Пока.